Администрация президента протягивает практику выездных приемов в регионах. Сегодня в Рогачеве встречу провела начальник Головного и Деологического управления Вольга Шпилевская. Знак якости предприемства регионов вошли у лек лауреата премии Рада Беларуси. И приклад совсем другого ставления до организации работы. Мобильная группа Гомельского гарвы Канкама провела манитарных на одной из будучи плясовок. Выявлено множество порушений. Соправдное лето в середине весны теплый на дворе протримается до конца этого неделя. А зараз об этом и иншим больше подробно. Сегодня в Рогачеве особистый прием граждан провела начальник Головного и Деологического управления администрации президента Республики Беларусь Вольга Шпилевская. И она выслухала звороты шести же хоров райцентра. Усе пытания разглядались за делом запрошенных отказных особ. Подробно в сюжете Евгений Кухаронак. Пенсионерка Татьяна Станкевич звертается со своей проблемой в першиню. Жанчина с 94-го года состоится в садовом товаристве Добрыца. Она включает больше за 600 уладальников приватных участков. На приконце 90-х им обещали провести водопровод. Однако пытание сегодня застается открытым. С этой нагодой Татьяна Яковлевна не видит подстав, по яких она должна платить кооперативные взносы. По ее словам, в товаристве не оказывается належным чином продоглеженные послуги. Визит завершается доручением местовым уладам, растлумавшись, на какие потребы идут кооперативные взносы. Я довольна тем, что я высказала свою проблему. Я думаю, что, ну, может, хоть что-то изменится. Большисть граждан, которые пришли на прием, звернулись со справами, которые долгое время не находят промального для заявников выращения. Пожадание людей просто суперечить закону. Однако, заступать они на меру не мают. Для пошуку выйти из ситуации, Вольха Шпилевская берет некоторые справы на особистый контроль. То, что можно решить быстро, то, что можно решить оперативно, это все решается. Таких проблем нет. Есть проблема долгоиграющая. А что такое долгоиграющая проблема? Долгоиграющая проблема – это тоже недоработка местной власти в какой-то определенный момент. То есть есть какие-то проблемы, вот как сегодня пришла женщина, у которой проблема с тем, что ей выделили три сотки вместо положенных шести. Женщине 80 лет. Понятно, что есть закон, понятно, что мы действуем всегда по закону. Но, как говорит глава государства, помимо закону есть еще и человеческое отношение. Справедливое, честное отношение к людям. И поэтому иногда нужно просто человеку объяснить, взять его за руку, провести по всем инстанциям, по которым он должен пройти, и объяснить, почему именно так и никак по-другому. На прием так же пришли люди, которые хваляются на конт будущей своего города и района. Они имеют активную гражданскую позицию и готовы ее отстойвать. Вольга Шпилевская сказала, что местовым уладам необходимость вернуть увагу на активистов, с метой не керовать их энергией у корисное речище. Евгения Кухаруна, Кандре Иванов, Теля, радиоакомпания, Гомель, Зрагачова. Сегодня в Минску ознагородили уладальника у премии у Рада Беларуси у галиней якости. И она просаджается за досягнение значных выника у галиней якости и конкурентоздольности вырабляемой продукции, оказываемых послуг або выконанных работ, а так само укоронение инновационных технологий и сучасных методов менеджмента. Сироту ознагородженных и предприемств нашего региона. Туровский молочный комбинат, БМЗ, МНПЗ, Речицкий метизный завод и кондитерская фабрика «Спартак». У лику лепших топ-менеджеров Украины отзначенный директор Речицкого метизного завода Виктор Самончик. Телерадиоакомпания «Гомель» стала уладальником специальной узнагороды за усебаковое осветление темы якости и деловой досконалости. Сирот отзначенных цикл передач «Знак якости», ток-шоу «Галонная тема», программа «Диалог». Сучасные технологии перепрацовки нафты, решения для нафтохимической промысловости и перспективные проекты об развитии Галины, где размова у Мазыры, где в эти дни проходит международная науково-практичная конференция. Обмерковать актуальные пытания приехали сотни специалистов из Беларуси, близкого и далекого замежа, под рабязностью наших мазырских коллег. Организаторы науково-технического форума «Мазырский нафтоперапрацучий завод», «Буйная консалтинговая компания», «Еуропетролиум консалтинг», концерн «Белнафтахим». На прикладе полеска нафтахиханта идея размова про то, что такое поспеховая модернизация. Тот проект, который реализуется сейчас, это реально, это крупнейший проект в нефтепереработке не только в Республике Беларусь, это крупнейший проект на всем пространстве СНГ и в Восточной Европе. И, конечно, мы очень рады, что компания «Еуропетролиум консалтинг» принимает участие в этом проекте. А если говорить о техническом развитии предприятия, то это предприятие, оно соответствует самому, что называется, высочайшему уровню, который сложилось в нефтепереработке. Проект, про який идея размова, самый знакомитый и дорогий у гисторы завода. На постсоветской просторы аналогов ему нема, а во всем свете меньше за 10. Будовництво комплексу гидрокрыкингу тяжких нафтовых рештков началось в 2014 году. Его нездарма называют «завод в заводе». Километры труб, тонны металлоконструкции, сотни деталей. Ставку робят назлаженный организационный процесс и працовные ресурсы. Четкая организация при наличии трудовых ресурсов. Вы сами озвучили, не хватает трудовых ресурсов. Соответственно, работа это все понимает, правительство понимает, Министерство структуры и строительства понимает, заводы это все понимают. Поэтому сейчас идет со всех сторон работа по поиску, привлечению дополнительных трудовых ресурсов. Меркование экспертов розных аузровню сходится одним, как укоронять прогрессивные технологии, поспехово працовать и выпускать конкурентоздольную продукцию потребна команда профессионалов. Сирот удельников конференции – процтовники высшейших навучальных установ. Наш УЗ готовит специалистов для химической отрасли уже более 50 лет. Мы готовим химиков, инженеров, технологов, инженеров, кип-механиков, экономистов, менеджеров, а также экологов для химических производств. В университете создан центр, основной целью которого является взаимодействие с отраслью, для того, чтобы более эффективно решать задачи, вопросы, возникающие на заводах в том числе. Поэтому это было создано в том числе для расширения взаимодействия между предприятиями и университетом. Потрабований до якости нафтопродуктов на международном рынку с кожным ходом все больше жорсткие. Капродукция НПЗ заусюду заставалася конкурента с дольной, на предприемстве удосконаливают вытворчие технологии. Поспехово перетворивают уже цё поэтапную программу развития, выкористовывающие вопыт и технологии ведущих сусветных компаний. Наши специалисты очень нравится работать с Мозирским заводом, потому что есть хороший уровень. У программе трогдённого форуму сессии, присвеченные огляду Галины, планам развития индустрии, презентации проектов Мазирского НПЗ. Так само специалисты обмяркуют питание повышения эффективности вытворчих процессов. Для технологов, инженеров, керавников профильных компаний и навыковцев форум добрая махчимость отримать вопыт и набить новых деловых партнеров. Катерина Юрченко, Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мазир» специально для телерадиокомпании «Гомель». Мобильная группа Гомельского Гарвы-Канкама протягивает мониторных организаций, которые работают в областном центре. Сегодня специалисты наведали одну из строительных площадок. Убаченное уразило количество порушений. Недохопы выявили представители практически всех служб, которые выходят в состав мобильной группы. Район улиц Шервоная до Кутович. С красавика минулого года тут узводят два жилые домы Светлогорский домобудовничий комбинат. Правда, с терминами сдачи объекта увышла затримка. Первый дом плановался сдать еще у Кострышнику 2018-го, но он не завершенный и сейчас. Причина, которую называют нерытмичность финансования. Удельники мобильной группы с этим погоджаются, но додают, что высоким темпом не сприяя и организация працы. До выполнения своих обовязков будники приступили неде проспоугадзины после официального початка працеванного дня. Шмак зауваг, які будуть оформлены отповедным протоколом, выкликал и санитарный стан территории, починающий от обовязкового по особного сбору сметча. Обсталяванного у отповедности с правилами специального места специалисты так и не знайшли. Зато и выявили некальки стихийных звалок. Особная размова про бытовые помешканья. Не треба быть специалистом, как зрозуметь, тут не выконываются навыд самые элементарные потребования. При этом особных бытовок для мужчин и женщин на этой будовле нема. Перепранаются усе разом. Женщин тут кажуть, усяго трое. Трема для их помешканья экономична немытосгодна. Сами работницы, даже же по зауваге проверяющих, так само не засталися. По причине грубых порушений у правилы в эксплуатации будовничного крана. Сейчас дам вам четыре базовых величины. Ну за что? За то, что вы на кране работаете, который ПТО не прошел. Да? Да. Вы потенциально можете любого убить на объект. Нет, ну что вы, Господи. Вы представляете, я с 76-го года на кране, я так люблю свою работу, и вы говорите... Мы не будем переходить на личное. Я понимаю. Есть порядок? Есть, есть, есть. Правила есть все. Вы осматривали кран перед началом? Осматривала вчера, да. Мы вместе с крановым. Ограждение под кранового пути есть? Ну еще не успели. Да понятно, опять нарушение. Я понимаю все. Для вас четыре базовых величины это просто мелочь, понимаете? А так вас можно и в тюрьму посадить. Особливая увага в ведению документации. Тут так само шмат зауваг. У приватности у протокол трапит такий факт. Водитель отримал путевый лист празд два дни после проходжения медицинского огляда. Каким был его стан непосредственно подчас к початку работы, не ведает никто. На фоне выявленных порушений, отсутность специальных на всех объектах местов для курения сдавалась уже дробистью. Кали мерковась поубаченным, тетунь на Будоле, уживаюсь непосредственно на просонных местах, а курки кидаюсь на землю. На данном объекте есть вопросы, которые связаны с элементарной трудовой дисциплиной. Конечно, не порадок, когда люди приходят на работу с значительным опозданием и задержкой. Внимание в стройке никогда не завершалось, но вы же понимаете, что уже весенний период, прошел субботник. На каждом независимом объекте должен быть парадок, чистота, культура производства и соблюдаться, начиная от трудовой дисциплины, заканчивая технологической. Олег Сентюров, Ольга Кнавалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Укоронение новых методок диагностики и лечения, доследований в сфере радиоэкологии лесу и живел. После шарнобыльской катастрофы в Беларуси возникли новые навыковые накерунки. Чем займаются специалисты на забрудженных территориях и что сегодня пропонуют медики в буйных навыково-практичных центрах, подекавился Олег Сентюров. По сути, природа без человека вертается до своих вытоков на территории Полесского дежурного градоцино-экологического заповедника, забороне наполевания и любая господаршая деятельность. А тому сегодня тут можно увидеть живел и птушек, занесенных в «Червоную книгу». Правда, только надзиранием заповеднику не обмежевывается. Зараз тут проработают 42 навыковые работники, которые ведут доследования по самых розных накерунках. Направлений достаточно много. У нас три отдела и две лаборатории, которые занимаются в рамках своей специфики. Основные исследования, которые мы сейчас проводим, это, конечно, в области, скажем, радиокологии животных, радиокологии леса, а также с организацией новой лаборатории уже в направлении дозиметрии. У Республиканском науково-практичном центре радиоцинной медицины и экологии человека чарнобырская тематика паза увагой не застается так само. У свой час гэтая установа была створена для лечения же хоров потерпелых территорий. Сегодня тут не только постоянно удосконаливаются технологии оказания медицинской допомоги, а также и занимаются науковыми доследованиями. Державная программа по передолине наступствов катастрофы на ЧАЭС, Республиканская программа науковых доследований, фундаментальные и прикладные науки медицины, региональная науково-техническая программа «Инновационное развитие Гомельской области». В рамках этих программ у центра планируется не только распространять новые методики оказания допомоги, а и заработать докладный прогноз к описи выпуска узла якостных нового утворения на период до 2030 года. Только за 2018 год в нашем учреждении осуществлялось 11 научно-исследовательских работ по проблематике последствий катастрофы на ЧАЭС. В том числе 4 задания осуществлялось в рамках государственной программы по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. В прошлом году утверждено 15 патентов на изобретение и на полезную модель. Было внедрено более 200 новых методик диагностики и лечения. Выники, проводимые к доследованию, не заявляются закрытыми, а тому сегодня ими користаются не только в Беларуси, а не ободают наибольшие западарбованными. И они оказались у Японии. После аварии на Фукусиме науковцы с этой краины на Гомичину приезжают постоянно. Передали весь свой багаж опыта и в плане оздоровления, и в плане реабилитации пострадавших территорий. Мы надеемся, что наша информация, наш опыт помог Японии. И, безусловно, до сих пор приезжают представители Японии и, скажем так, работы с нашими учеными для преодоления последствий уже на их территориях. Олег Сентяров, Евген Матейенко, телерадокомпания Гомель. В пятницу в Гомеле начнут працювать фонтаны. Урочистые открытие сезона пройдет 26-го красавика на четырех пляцовках областного центра. В советском районе гуляние разгорнутся каля фонтана по проспекте Рыжицким 45, в Чагуночном на площади Перамоги, в центральном каля цирка. В Новобелецком районе гостей запрашают в сквер каля кинетеатра «Мир» открытие свято о 17-й године. Животворный огонь прибуде у Гомель 28-го красавика. Як поведомили у Гомельской епархии, святыню з Юрусалима доставить у Свято-Петропавловский кафедральный собор подчас ночного великодного набаженства. Шести животворного огню у супроводженні пересолной звонницы по храмах областного центра стартует в неделю в 11-й годин. А маль, что лето. Теплое надворье протрымается до конца гэтагатыдня. Учать веры пятницу ночи до 10 у день до 20-22 градусов. У выходные захавается теплое надворье. Але фон атмосферного тиску понизится и местами пройдуть короткочасовые дажжи в особных районах с навальницами. Гэты и іншая новинна вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресі www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершенный. Дякую за увагу и до сустречы у эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомеле вынесен приговор двум организованным преступным группам, которые занимались поставками субъектом в хозяйствовании Российской Федерации запрещенных к ввозу продуктов из Турции и Украины. Участники групп в 2016-2017 годах поставляли в соседнюю страну мандарины, виноград, гранат, а также твердые сыры. Суммы незаконного дохода каждой группы исчислялись миллионами долларов США. По документам продукция увозилась на территорию Республики Беларусь для внутреннего потребления. Далее по товарным накладным оформленным от различных ИП перемещалась на склад в Минской области, где проводилась переклейка маркировочных этикеток на этикетки производителей Республики Беларусь и иных стран, не находящихся под санкциями Российской Федерации. После этого готовились подложные документы от имени белорусских предприятий, ставились фиктивные отметки о прохождении фитосанитарного контроля и продукция уходила реализатором в российские торговые сети. Организатор одной группы скрылся и объявлен межгосударственный розыск. Все остальные бизнесмены задержаны и судом железнодорожного района Гомеля признаны виновными в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества и дополнительными штрафами в 500 базовых величин. В доме жителя городского поселка Стрешин Жлобинского района наркоконтроль нашел более 50 граммов марихуаны. По информации имеющейся у правоохранителей 27-летний мужчина занимался изготовлением и употреблением наркотических средств. Оперативники нагрянули в городской поселок и в ходе обыска в частном доме обнаружили полимерный пакет и алюминиевую миску с измельченной растительной массой зеленого цвета. Эксперты Жлобинского межрайотдела судебных экспертиз сделали заключение, что изъятое вещество является опасным наркотическим средством неиспользуемым в медицинских целях марихуаной общим весом 53,6 грамма. Ранее мужчина попадал в поле зрения милиции. В конце 2000-х он привлекался к уголовной ответственности по факту умышленного причинения телесного повреждения. Наркотики хранил в целях личного употребления. Материалы проверки переданы в Жлобинское РОСК для дачи правовой оценки. В Будокошелевском районе сотрудниками ГАИ пресечена перевозка 600 литров окрашенного дизельного топлива. В деревне Лепеничий для проверки был остановлен автомобиль «Мерседес-Бенц» под управлением водителя 1983 года рождения. В кузове автомобиля находилось 30 пластиковых канистр с окрашенным дизельным топливом по 20 литров каждая. Общий объем составил 600 литров. По данному факту проводится проверка. 32 жильцам многоэтажки в Светлогорске пришлось экстренно покинуть свои квартиры из-за картонной коробки обнаруженной у подъезда. Перемотанная скотчем она лежала на скамейке у дома номер 9 микрорайона Полесье. Коробку обнаружил жилец одной из квартир и, проявив гражданскую ответственность, сообщил о находке по телефону 102. На место прибыли спасатели и милиция. В целях безопасности жильцов попросили покинуть свои квартиры. К счастью, помощь саперов не понадобилась. Нашелся хозяин подозрительного предмета. Коробку он попросту забыл при входе в подъезд. В ней лежали принадлежности для натяжного потолка. Несмотря на ложную тревогу, правоохранители поблагодарили позвонившего гражданина за проявленную бдительность. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра стартует пятый тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. В 18.45 начнется поединок между Жодинским Торпедо Белас и Столичным Торпедо. В 20.45 в Бресте прозвучит стартовый свисток в противостоянии местного Динамо и Мозырской Слави. Футбольный клуб Гомель свой матч пятого тура проведет в субботу 27 апреля на выезде соперник Ислач. Начало в 16.45. Хоккейный клуб Гомель досрочно стал победителем игр развития. Рыси в гостях со счетом 4-2 одолели белорусскую молодежку Ю-20 и в таблице стали недосягаемы для соперников. Следующий поединок игр развития Гомель проведет завтра в Барановичах против одноименной команды. Пять наград в активе представителей Гомельской области на республиканских Олимпийских днях молодежи по греко-римской борьбе. Турнир проходил в Гомеле. Победителем соревнований стал Глеб Макаренко. Серебро у Никиты Болотцева. Бронзовые награды завоевали Арсен Янковский, Никита Чамла и Степан Заболотников. В командном зачете Гомельская область заняла итоговое третье место. Эти соревнования были одним из этапов отбора спортсменов в сборную команду страны для участия в первенствах Европы и мира. Пробились в элиту. В Гомеле завершился командный чемпионат Беларуси по настольному теннису в первой лиге среди мужчин и женщин. В женской части состязаний победителем стала дружина Гомельского областного центра Олимпийского резерва по теннису. На высшую ступень пьедестала поднялись Светлана Гридина, София Сычева, Анна Адрова и Варвара Свяченко-Дробышевская. С 18 по 21 декабря 2019 года девушки будут бороться за награды высшей лиги командного чемпионата страны. Турнир пройдет в Минске. В Гомеле стартовало открытое первенство области по современному пятиборью. В программе соревнований несколько дисциплин. Самые юные спортсмены будут состязаться в биатле, в которые входят бег и плавание. В триатле к дисциплинам биатла добавляется стрельба, а также четырехборье. Наша задача на этих стартах просмотреть перспективных молодых ребят в беге, плавании, чтобы потом набирать пятиборье. По программе пятиборье соревнуются спортсмены в старших возрастных группах. Впереди у них юниорское первенство Беларуси, которое состоится в начале мая. На республиканском старте будет проходить отбор в сборную страны для поездки на европейское первенство в июне. В числе кандидатов гомельчане Никита Горностаев, Евгений Орел и Никита Иворовский. Сегодня на первенстве области прошли соревнования по фехтованию и плаванию. Завтра верховая езда. 26 апреля плавание, бег и комбинированный вид. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Саевин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова